Что думают севастопольцы об идее строительства новой гостиницы на площади Лазарева? Мнение Евгения Репенкова, жителя Севастополя, заслуженного работника физкультуры и спорта города. Почти 70 лет живу здесь, так что себя считаю севастопольцем со стажем. Я в своем материале, который был опубликован на Форпосте, я высказал, я, пожалуйста, нужна гостиница, нет проблем, потому что нет этой организации. И здание надо восстанавливать, но я против того, что собрались построить за этим зданием. Поймите, по ряду причин, это моя личная позиция. Первое, что все-таки есть городское кольцо, которое является объектом наследия, и нельзя вносить какие-то коррективы, раз. Во-вторых, рассказывают, что оно не будет вышено, я этому не верю. Ну, поставьте пятиэтажку на слон горы туда, она, естественно, вылезет. Ее будет видно, и она будет доминантой всех этих вещей. И потеряется это здание. Поэтому, естественно, конечно, что это допускать нельзя. Есть аргументы, что вот эта новая гостиница, новое здание, которое там будет, спасет город от нищеты, от рабочих мест и так далее. Вы как это относитесь? Я вас умоляю, я вас умоляю. Вы знаете, а вот мне нравится слово инвестиция. А во что? Вот пока он, инвестор, вкладывает в себя эти деньги, он будет строить гостиницу, или второе это здание будет делать. А для горожан что, вот как? Он дает какие-то деньги под какой-то еще проект для города? Я вот это так и не услышал. Слово инвестиции услышал, а в кого и кому не понял. Если рабочие места, ну, знаете, ценой того, что историческое наследие погубили и дали нам 20 мест рабочих, я не считаю, что это правильно. Какие-то налоги, ну, насколько я знаю, эта организация федеральная, налоги туда и уйдут все. Вот, мне кажется, так. Вот, поэтому, да у меня вообще такая мысль есть, вы знаете, что, ну, это чисто мысль, это ни в коем случае какая-то конспирология, теория какая-то, что вот то здание, которое собираются строить, Нововоронина, вот оно и будет в настоящей гостинице. А здесь? Ну, ресторан какие-то, вспомогательные пещеры, потому что, поймите, она сама по себе огромная. Она 5,5 тысяч квадратных метров, огромное помещение здесь. ЦКБ Черноморец. Да, ну, представляете, сколько надо денег вложить туда, чтобы перестроить, чтобы привести в соответствие к определенным нормам. Проще построить новое. Вот в чем вопрос. Опять-таки говорю, это не конспирологи, я никого не упрекаю. Ну, такие мысли есть. Почему так тянутся? Я думаю, что неплохо было бы ее все-таки довести дома эту, сделать здесь эту гостиницу. А там, ну, стоянка, там бассейн сделать, что-то еще такое. Но по высоте небольшое. И все, мне кажется, будет нормально, все будет хорошо. По поводу того, я не знаю, как сейчас гостиницы заполняются у нас в Севастополе. Пока идет СВО, особо такого блеска нет. Но на перспективу, ну, почему бы? Это здорово, это классно, что к нам приедут люди. Они и город увидят, и с нами пообщаются, и какую-то денежку привезут. А почему нет? Естественно, конечно. Еще раз говорю, я двумя руками за. Но я против вот этой стройки. Поймите, вот мои отцы мои, деды, наши предки, когда они восстанавливали Севастополь после войны, проще, вот они жили в бараках, они жили где-то в таких условиях страшных. Проще было бараков понастроить здесь в центре под предлогом, надо же людей спасать, им жить негде, этим людям. Но сделали красавец, посмотрите какой. Красавец сделали, все убрали, все. И мы ходим и любуемся этим центром. Вопрос, что мы теперь оставим своим внукам, своим детям? Голубые унитазы, да? И они будут нам говорить, да, патриоты. Вот о чем разговор идет. Есть закон о том, что нельзя строить пределы этого кольца. Давайте будем его соблюдать. Потому что благими намерениями дорога в ад вымощена. И тому уступили один раз, и другому уступили. Третий попросил, и четвертый попросил. Все хорошие, все денег обещают. И что-то. И где город? И город оде. Вот так. Спасибо. Спасибо.